Наиболее эффективный и правильный способ восстановить энергию после интенсивной тренировки протеиновый коктейль или гейнер. Чем они отличаются, какой выбрать, когда их употреблять и как приготовить такой напиток дома. Во время тренировки организм использует углеводы как энергию, а наши мышцы получают микротравмы. Для восстановления гликогенного уровня и заживления мышц необходимо восполнять потраченные запасы. Белковые и белково-углеводные коктейли справляются с этой задачей превосходно. Неважно, стремитесь вы похудеть или набрать мышечную массу. Протеиновые коктейли ускоряют этот процесс и облегчат вам жизнь. Дело в том, что при похудении следует придерживаться диетического питания, а это сразу недобор белков, соответственно, и энергии на восстановление. При наборе массы просто сложно употреблять то количество протеина, которое необходимо. Тем более, чистого белка в обычной еде не найти. Потребление углеводов и жиров в любом случае возрастает, поэтому порошковые коктейли являются простым и удобным способом восполнения белка. При наборе массы выпивать данный напиток рекомендуют в белково-углеводное окно, то есть за 30-40 минут до тренировки и после. Прием коктейля до тренировки снабдит организм необходимой энергией, а после восстановит ее. При похудении за час до тренировки и через час после. Но если при наборе массы можно пить гейнеры, потому что они содержат углеводы и дают ту самую энергию, то при похудении стоит остановиться на чистом протеине. Протеиновый коктейль – спортивная добавка, сделанная на основе белковых смесей. Способствует восстановлению и росту мышц. Существует несколько видов порошкового протеина. Кратко расскажу вам о каждом. Гидролизат. Сывороточный – самый легкоусвояемый и популярный протеин. Подразделяется на концентрат, изолят и гидролизат. Отличаются количеством белка и его качеством. Лучше гидролизат, но он дороже остальных. По соотношению цена-качество рекомендуют изолят. Сывороточный протеин – идеальный вариант после тренировки. Козеин. Самый медленный протеин. Долго усваивается организмом. Рекомендуют пить перед сном, чтобы ночью мышцы восстанавливались. Яичный. Промежуточный вариант. Усваивается быстро, насыщает надолго. Но является один из самых дорогих. Соевый. Для тех, кто не переносит белок животного происхождения. Однако его относят к лучшему виду белка. Комплексный. Смесь различных видов протеина. Рекомендуется как и после тренировки, так и перед сном. За счет белков разной скорости усвоения. Обеспечивает пиковую концентрацию аминокислот после употребления. И в то же время продолжительное питание мышц. При похудении и сушке перед тренировкой употребляйте сывороточный протеин. После комплексной или сывороточной перед сном казеин. Естественно, пользу они вам принесут только при наличии регулярных тренировок. При наборе массы выбор тот же, но больше дозировка. Генер это белково-углеводный коктейль, идеально сбалансированный по составу. Подходит тем, кто работает на массу или сохранение формы. Восстанавливает гликогенный уровень. Способствует синтезу белка. Не у всех есть возможность покупать спортпит. А кто-то просто предпочитает натуральные продукты. Я приготовил для вас несколько рецептов, которые помогут приготовить полезный, сбалансированный коктейль в домашних условиях. Или, проще говоря, коктейли для тех, кто работает на массу. Возьмем один спелый банан, один стакан молока, 50 грамм творога. Все смешать в блендере и наслаждаться. Возьмем один стакан теплого молока, 50 грамм творога, средней ширности, 1 чайная ложка какао. По вкусу можно добавить тертый шоколад или измельченные орехи. Все ингредиенты смешиваем в блендере. Коктейли для тех, кто работает на похудение. Самый простой рецепт, не содержащий дополнительных углеводов, маложирный творог, плюс молоко. Можно добавить также сырой яичный белок. Но, если решитесь, не забывайте помыть яйца в горячей воде. Также обращайте внимание на производителя. Старайтесь покупать натуральные продукты. Все ингредиенты также смешиваются в блендере. Главное в приготовлении домашних белково-углеводных коктейлей запомнить основы. Это может быть нежирное молоко, также возможно миндальное или соевое, йогурт. Затем определитесь со вторым белковым продуктом, творог или соевое молоко, протеиновый порошок. А дальше только полет вашей фантазии и вкусов. Любимые фрукты и ягоды, орехи. Для улучшения пищеварения можно добавить овсяных хлопьев или отрубей. А для дополнительного вкуса ванилин, корицу или кокосовую стружку. Главное помните о своих целях. Если вы нацелен на похудение, не увлекайтесь различными добавками. Остановите свой выбор максимум на одном фрукте. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok